2 домашний канал алерки и мы продолжаем проходить бесконечное лето и так комментариях вы просили читать меня немножко помедленней вот слишком быстро балабулю так что буду стараться буду стараться спасибо за комментарии спасибо за лайки спасибо за поддержку друзья итак мы закончили на том что нас разбудил будильник я проснулся от адского звона в голове казалось этот звук идет откуда-то из глубины сознания однако несколько придя в себя я понял что виной всему будильник да у нас главный герой в прошлой серии короче он хотел узнать что почему все скрывают где он вообще находится короче вот всю эту дичь узнать в итоге ходил на свидание бабенкой вот так странно откуда он здесь взялся почему стоит рядом с моей кроватью и показали пол восьмого утра ольга дмитриевна похоже уже ушла а значит на линейку эти меня никто не заставит следовательно можно еще поспать я за глаза но мое сознание уже переключилась в дневной режим получается пора вставать стоит распланировать день конце концов хоть сегодня необходимо что-то выяснить да уже уже четвертый день а мы и пор ничего не выйдет тем не менее в голову решительно ничего не приходило надо окончательно проснуться а заодно и заняться утренним туалетом а по дороге к умывальнику я встретил женю через ты в такую рань а это 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 главный герой сказал чуть такую рань то а а что такого она посмотрела на меня так как будто я чем-то ее обидел ничего просто спросил вот и иди куда шел конечно же не и в лучшем настроении не очень приветливо но сегодня она казалась чересчур озлобленной дачу это резкая реакция у нее ну ладно холодная вода немного взбодрила меня туман в голове рассеялся а мысли начали потихоньку вставать на места однако меня все равно больше волновал не поиск ответов а то как бы за завтраком занять место получше я почистил зубы и уже собирался уходить как бы со стороны кустов донесся тихий шорох хоть уже ночью да кто-то шарохался там в кустах и вот сейчас утром уже кто-то следит наверное белка или еще какой-то зверек шорох остался вновь но уже чуть дальше я прошел с десятых метров по лесной тропинке в поисках источника звука но никого и ничего найти не удалось лишь утренний лес вокруг такой как он должен быть окей я вернулся назад около умывальника увидел микку которая что-то высматривала в траве заметив меня она оживилась улыбнулась и подскочила ко мне ой привет доброе утро а я тут знаешь зубной порошок рассыпала вот теперь собрать пытаюсь покрытая росой трава этому явно не способствовала ты уверена что это хорошая идея ну как же как же у меня ведь больше нет это последний миг у нас было губы как ребенок у которого отняли любимую игрушку возьми мой сказал я и полез в пакет который лежал рядом с умывальником у порошка там не оказалось странно ведь я только что его туда положил отошел буквально минутку а он исчез да какая-то крыса завелась походу здесь слушай похоже я его забыл не хотелось ей говорить о том что он просто пропал зная впечатлительность этой девочки можно предположить что исчезающие средства гигиены могут вызвать у нее такую бурю эмоций что в мозг мой мозг уйдет на перезагрузку в избежание перегрева ладно я пойду тогда да конечно ты заходи к нам ну то есть ко мне я же пока одна музыкальном клубе но мы то есть я будем тебе всегда голос мику расстарился свежести летнего утра далеко позади меня заманивает заманивает чертовка а вернувшись домик вожата я достал мобильник и посмотрел на индикатор батареи судя по всему жить ему оставалось не более суток конечно здесь она мне особо не поможет но все же а на те 80-х годах зарядку от сотового телефона почти то же самое что изобрести его я уже собирался идти на завтрак как дверь постучали на пороге стояла лена доброе утро доброе я несколько смутился события вчерашней ночи еще стояли у меня перед глазами но заводить о них разговор совершенно не хотелось ольгу дмитриевну ищешь наверное да нет то есть да и она была такой же как и всегда скромный стеснительный казалось что то что тот танец на пристани всего лишь сон а ее нет а ну ладно тогда я пойду могу и долина ушла я подумал что встретил ее слишком холодно и при следующей встрече решил обязательно быть поприветливей несмотря ни на что утро было прекрасно яркое солнце освещал затерянные где-то во времени пространстве пионерлагерь совенок согревала его обитателей и придавала им силы провести этот день с пользой или в моем случае угробить его на четной попытке найти разгадку всего происходящего у столови было необычно многолюдно конечно на завтрак обед и ужин местные обитатели спешили как на пожар зачем же толпиться в дверях я подожжал поближе попытался узнать что происходит на пороге казалось собрался весь лагерь и все знакомые мне девочки и ольга дмитриевна и электроник они что-то оживленно обсуждали я подожжал поближе о семен о семен и не видел сегодня шурика не это что такое мы его с утра не можем найти исчезновение пионеров это что-то новенькое но вчера же он был с тобой она обращалась к электронику был а утром ты проснулся его нет нет и почему ты сразу не пошел ко мне ну я подумал что может он раньше проснулся ему вас опошел или еще куда а он вчера ничего такого не говорил разговором мешалась славя например что собирается куда-то например нет что такого страшного то произошло время только девять утра может он прогуляться решил и не знаешь шурика он серьезно она серьезно посмотрела на меня не знаю да но в то же время ничего подозрительного в этой ситуации я не видел ладно не будем паниковать наверняка найдется чтобы он пропустил завтрак усмехнулась ульянка точно пора уже есть идти и они разошли в столовую выбирать куда приткнуться мне опять не пришлось единственные свободные места оказались за столом алиса и ульяна так начали пропадать короче у нас тут пионеры значит что то здесь не так все таки в этом пионерском лагере не все так хорошо как кажется садись она показала на стол рядом с собой я сел а может все же возьмешь еду точно об этом я не подумал как-то завтрак вроде бы такой же как вчера сегодня как будто выглядел аппетитный может быть просто очень хотелось есть а может я пытался побыстрее покончить с ним чтобы не нарваться на очередную леньки на выходку пойдешь сегодня с нами на пляж когда после завтрака вообще говоря развлечения сегодня не входили в мои планы но в то же время чего быть час или два не поваляться на солнышке и подумать пойду почему бы нет вот и отлично она мило улыбнулась опять нибудь что-нибудь замышляешь нет ты что ульяна замахала руками наверняка ухмыльнулась алина она такая а вот и нет я склонен с ней согласиться а никто и не сомневался ульянка взяла поднос с грязной посудой и встала приятного аппетита она сказал это так что я полностью уверился в том что ничего хорошего сегодня на пляже меня не ждет мы остались наедине с алисой знаешь я все же наверное с вами не пойду а что то ну дело дело кое-какие и что же у тебя за дела она заглянула мне в глаза так что я не нашелся что соврать ну у меня и плавок даже нет надень мои стринге что думаешь они на меня налезут а ты попробуй наверное не стоит а ты не бойся найдем мы тебе плавки от этой фразы страх мой только усилился подожди меня возле столовой я вернусь через пару минут ладно конце концов ничего такого в том чтобы просто ее дождаться нет закончить завтраке вышел на улицу и сел на ступеньки мимо меня один за другим проходили пионеры спешащие по своим делам никто не останавливался никто даже не смотрел в мою сторону кажется они совсем не считали меня чужаком а напротив обычным подросткам их возраста можно сказать своим товарищем я поймал себя на мысли что и сам начал воспринимать этот лагерь и всех его обитателей уже не с такой обостренный настороженностью как в первый день алиса действительно вернулась через пару минут готов к чему она протянула мне плавки где-то надо было в любом каком электроника стащила хотя плавками это назвать было сложно больше не походили на розовые семейные трусы украшенные бабочками и цветочками точнее ими и являлись страшно спросить откуда ты это взяла а что боишься их надеть да как знаешь не имею никакого желания ее прикол ее прикол я оценил но совершенно не собирался выставлять себя на посмешище надевай грубо сказала она почему бы тебе их не примерить вместо меня мне кажется цвет этого бикини прекрасно теняет твои глаза давай на спор спорить мне у меня не было ни малейшего желания не спасибо короче либо ты идешь на пляж в этом либо плаваешь голом если все тщательно взвесить то второго варианта кажется даже лучше первого и я вообще уже не планирую никуда идти тогда я всем расскажу что ты подбросил мне эти трусы хитрожопая и зачем мне это а мне откуда знать она расхохоталась дальше спорить с алисой совсем не хотелось поэтому я решил все же пойти на пляж конечно не в этих гламурных плавках ладно приду минут через десять и не опаздывай казах это она убежала а я поплелся в домику вожатой чтобы взять полотенце зато попытаться из чего-нибудь соорудить плавки помните меня ждала ольга дмитриевна семён а шурики ничего не слышно ровно столько же сколько и полчаса назад я подошел к своей кровати взял полотенце куда ты собираешься да на пляж подожди а у тебя есть плавки а то ты же вроде без вещей приехал странно что факт не удивил ее при первой встрече нет а в чем пойдешь действительно в чем не знаю сейчас подожди она подошла к шкафу открыла ключом запертый ящик через мгновение у вожатой в руках были обычные мужские плавки черного цвета и откуда они у нее взялись а главное зачем кто-то какая-то странная вожатая может она дмитрий ольгович хотя может кто-то из прошлой смены забыл мало ли учитывая все странности этого лагеря найти морские плавки в комнате ольги дмитриевны это еще не самое удивительное спасибо плавки были как раз моего размера я переоделся за домиком и пошел на пляж за домиком а чё там в домике нету в ванной что ли или уборной чем до улицы переодевался проветривал а там уже собралось много пионеров но и знакомых только алиса и ульяна иди к нам я подошел и сел рядом с ними на песок смотрю ты нашел получше она уставилась на мои плавки ехидно улыбнулась как видишь пойдем плавать не хочется что-то может попозже я не был большим любителем купаться не купаться эта тема вообще тема просто я люблю купаться ну как знаешь девочки убежали к воде зачем я вообще сюда пришел почему не ищу ответы разгадки но волнует ли это меня сейчас так венок казался нормальным конечно за эти три с половиной дня со мной произошло много всяких странных событий но ни одной из них само по себе взяты отдельно не казалось чем-то чересчур фантастическим и более совершенно не приблизился к разгадке напротив все что случалось только больше запутала ситуацию и какие у меня альтернативы от местных обитателей правда не добиться если они вообще ее знают попытаться уйти отсюда далеко ли я дойду пешком при том что даже не знаю где точно нахожусь получается что мне остается только ждать без некоторыми девочки вернулись ульяна что-то держал в руках смотри я поднял глаза и увидел рак 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 в море это я поднимаю море дает текает обычного речного рака уленка легла рядом и принялась его мучить оставь бедное животное в покое пойдешь и что это журак ну и что это рак ну и что штурак он тоже имеет права на жизнь вот сейчас ему клиш не поотрывай а потом попрошу повариху его сварить на ужин как будто больше есть нечего я посмотрел на лису похоже ульянки на забаву с бедным членистоногими и совсем не интересовали хоть ты и скажи а что такого он же рак так ему и надо кажется эти девочки прогуливали уроки природоведения в начальных классах и дирижное отношение к окружающей среде им было чуждо отдать я ухотил рака у лентки а ради бога мне немного удивило что она не стала сопротивляться я посмотрел в глаза бедному животному они совершенно ничего не выражали но думаю если бы он умел разговаривать то обязательно заутился бы возможно даже сослался бы на конвенцию оон о правах человека правда не уверен что это бы помогло я отнес рака к реке отпустил на волю а значит это все-таки река я додумал это это озеро или море может ничего еще наловлю а их ничего еще наловлю тут их много сказал у ленты то бы сомневался пробормотал я себе под нос время шло и незаметно меня размеры разморила я задремал не помню что мне снилось если снилось вообще но проснулся я от того что кто-то тряс меня за плечо опа опа а надо мной стояла ольга дмитриевна или дмитрий ольгович тоже поплавать пришли просил я с просотни нет уже обед скоро а мы шурика все еще не можем найти за вожата стоящий передо мной в мокром купальнике может шурик уже где-то лежит и гниет и хочу чтобы ты поискал его что кроме меня в лагере больше пионеров нет я искренним возмутился каждым разом становилось все понятнее что только дмитриевна держит меня за посыльного с функциями раба или наоборот раз я пришла к тебе значит хочу чтобы ты мне помог почему же именно ко мне однако подумав и я решил согласиться конце концов плечи и вся спина сильно обгорели на солнце во время сна а поиски шурика возможно позволят получше познакомиться с теми местами лагеря где бывать мне еще не доводилось ладно плавках и тениками фо поэтому сначала надо было переодеться 5 задумки на его спасти 10 минут я стоял на пороге домика ольги дмитриевна и думал как думал куда пойти да и есть стоянка короче у нас лодочная станция а вот это еще что-то непонятно что это 17 что это вот где мы не были на стоянке мы по моему были дает самом начале давай как сходим на лодочность а на лодочной станции мы тоже были мы там танцевали по моему или нет ну давай сходим мужик шурику захотелось пособирать камни у воды крайнем случае найду там его хват хладный труп впрочем до такого дойти не должно я походил по площади как вдруг меня кто-то окликнул так погоди давай-ка сохранимся на подожди алиса подошла и улыбнулась я сразу почуял подвох куда будешь шурика ищу ольга дмитриевна попросила и как интересно она пристально посмотрела мне в глаза и из-за чего я смутился и отвел взгляд да не то чтобы очень но человек все-таки пропал ты же не будешь впадать в панику из-за такой мелочи зачем прошло всего несколько часов может загулял конечно я был согласен с ней но вида не подал да верно но всякое может быть давайте я помогу чем это я насторожился урика искать да я и сам бы а брось ты она опять как-то не доброго улыбнулась нет улыбка ее была вполне милой но мне почему-то упорно казалось что ничего хорошего за ней не скрывается но если ты настаиваешь пока что я не мог понять что она замышляет а овецкой причины для отказа не находилась только сначала мне надо домой забежать взять кое что интересно что это хорошо я подожду да что ты стоять будешь пойдем со мной ладно мы подошли к домику алиса он бы проходил на все остальные домики пионеров если бы не веселый у роджер на двери кстати моя соседка ульянка окей зашли смотри какая-то постер какой-то рок-группы да получается чё там я повелеваю вам танцевать что ли хоккейная команда какая-то и котенок гав окей танчики тоже любит зарубиться в танчики что ли гуа гуа транс окей ладно внутри царил полнейший беспорядок и не сразу вспомнилась моя старая квартира впрочем почему старая вообще совсем по-другому себе представил девичьи комнаты белоснежные простыни на кроватях стены пол и потолок сверкают нигде не пылинки если учесть что здесь живут две самые образцовые пионерки некоторое время мы просто стояли молча и что-то хотела взять кажется я вывел алису из раздумий на самом деле это не здесь дожди я быстро она логнулась и убежала что-то она какая-то рассеянная сегодня я принялся разглядывать комнату нельзя сказать создавалось впечатление того что здесь недавно случился погром но без порядок был порядочным а получается я еще не самый ленивый и неаккуратный человек мире раз уж всего на одну смену а за одну смену в лагере можно развести такой бардак убранство моей квартиры все уже создавалось годами я не думал ни о чем конкретно просто осматривал домик алиса плакаты советских артистов какие-то книжки на полках всякая бытовая мелочевка и тут я понял что все не так ближайшее время должно что-то случиться что-то плохое почему алиса меня оставил здесь одного ответа на этот вопрос ставил себе разгадку однако шестое чувство подсказывало мне что здесь оставаться опасно я подошел двери идем за ручку заперта ах она падла такая дать закрыла короче заманилом дом и закрыла она такая досранка вот так номер как она успела закрыть меня так что я даже не услышал неизвестно что она затевает но пара отсюда выбираться я подошел к окну с трудом открыл его и вылез теперь можно спокойно идти по своим делам или я выбрал второй вариант и принялся ждать и просто же так она меня здесь заперла хотелось выяснить это и к тому же мне было просто интересно посмотреть на выражение лица алисы когда она видит что меня нет я спрятался за кустами рядом с домиком принялся ждать через некоторыми послышали шаги домик подошла алиса и ольга дмитриевна да ладно еще на задумал и часами все увидите она открыла дверь вошла но буквально спустя пару секунд выскочила обратно знаете я это на лица лица было такое выражение как будто она выиграла на соревнованиях по ловле ежей пришла всем хвастаться медалью но последний момент узнала что это совсем не олимпийский вид спорта и хрена себе он выразился вы он спарился получается фактически спросила ольга дмитриевна как хорошо что я закрыл окно после того как вылез да нет тут понимаете я все понимаю двочевская тот и что соседка твоя постоянно одно и то же одно и то же сколько можно уже но ведь правда что правда что тебе один рассказ лучшего другого про семена в своем домике про приставания что-то придумываешь постоянно вообще ужас алис оказалась действительно расстроенной и что еще удивительно не пыталась огрызаться одной стороны меня такая ситуация забавляла с другой двочевской все же было немного жаль хотя сама заслужила наконец вожата и закончила отчитывать ее и ушла алиса была вне себя от злости она сжала кулаки и вся тряслась а ее лицо так покраснело что казалось она сейчас лопнет я сидел в кустах и тико посмеивался тихо хихикал однако мне все же было интересно что же она замышляла и наплевал на страх быть покалеченным я вышел из своего укрытия что же ты хотела показать вожатой меня алиса обернулась и неудуменно уставилась в мою сторону впрочем через секунду неудумение сменилось негодование ты ты а что я она немного смягчилась хотела тебе вернуть должок но ухмыльнулась какой-то ты же у него распорил вот я и хотела показать вожатой как меня домогаешься интересно что такого криминального могла бы найти ольга дмитриевна данной ситуации но речь не о том ясно может быть не стоит перед тобой извиниться и хитро спросил я да иди ты она хлопнула дверью зашла а хлопнув дверью зашла в домик я совсем не обижался на лису конце концов от нее вполне можно было ожидать чего-нибудь подобного тем более все обошлось в общем то без последствий даже более того удача была на моей стороне ее растерянный спущенный вид доставил мне массу удовольствия посмеюсь я удалялся от домика алисы который чуть не стал для меня смертельной ловушкой так окей значит лодочная станция уже отпадает окей а смотри лес стопудованно в лесу находится что-то что-то с ним не так в лесу давай отправимся на стоянку посмотрим хорошим вариантом казалось автобусная остановка у меня в голове примутнула шальная мысль что шурик как и я решил сбежать из этого лагеря и стоит и стоит ждет автобус номер 410 это вполне могло оказаться правда если он тоже попал сюда случайно хотя вероятность этого крайне мала но чем черт не шутит тем более вдруг автобус и правда приедет впрочем в это верилось трудом в итоге подождав на остановке пару минут я увиделся что ни шурика никого другого здесь нас не встречу и пошел назад слаги однако из ворот кто-то выскочил наверно врезался в меня удар был не силе так что я всего лишь немного отшатнулся это настояла мигку и потеряла уж и под потеряла ушибленный лоб ой извини я ничего это я во всем виновата понимаешь я музыкальном кружок шла но задумалась над новой песней значит текст придумывала музыку и сама не заметила как здесь оказалось так что ты не изменяйся количество слов в минуту превышало лимит восприятия моего мозга я пытался в спешном порядке ретироваться да да мне идти пора такие дела подожди хотелось как обычно уйти не дослушав ее но мига схватила меня за руку от ее прикосновения у меня мурашки побежали по коже а перед глазами пронеслись картины мучительной казни через риторику можешь мне помочь немного пожалуйста совсем чуть-чуть подобное в мои планы никогда никак не входило я бы с радостью но мне пожалуйста миг посмотрел на меня такими щенячьими глазами что мое сердце начало таять руку при этом она не ду не думал отпускать а в чем собственно помочь а помощь заключается отыграешь мне а то у меня так совсем не получается сочинять я могу петь или играть или петь вместе почему-то не получается даже у человека оркестра и свойств это знаешь я играть то не ни на чем не только толком не умею не страшно я тебе покажу пойдем так пойти с мику и не ходить с мику в принципе у нас есть задача да найти шурика но почему бы не помочь мику исходим другой стороны я же ничего не теряю хотя она потащила меня за собой скорее всего ничего хорошего из этого не выйдет но единственный вариант вырваться грубо выхватить по руку но это было бы неучтиво в конце концов ничего страшного не происходит наверное через минуту мы уже стояли в здании музыкального кружка мику взяла гитару вот смотри она села и начала играть я следил за ее руками мелодия оказалась довольно простой смотрю с медиатором играть даже барэшку взяла барэ я никогда не умел кстати у меня никак не получается да и повторить ей было как будто не сложно запомнил вроде да давайте попробуем я взял гитару и начал играть нахренась с первого раза да на лету схватывает молодца получилось не очень в смысле не очень ну медленно медленнее чем она ну нормально вроде как получилось давай еще раз покажу она играла куда лучше меня глядя на мику я задумался конечно она не в меру разговорчивая рассеянная и слишком наивная но при этом талантом к музыке бог не обделил попробую еще второй раз у меня получилось куда лучше вот уже похоже она улыбнулась на самом деле ничего сложного надо было просто повторять одни и те же ноты главное не сбиться давай на счет три давай раз два три оперный певец это была песня на японском честно говоря ничего не понял но пела мику хорошо даже отлично она всю душу вкладывала в каждую ноту в каждое слово да пожалуй музыка это именно то чем ей стоит заниматься в жизни так погоди ну давай-ка ты пойдешь в ревьюшку а оказалось не она выбрала музыку а музыка ее за последние полчаса я смотрел на мику совсем по-другому он на всех смотрит по-другому ой спасибо тебе понравилось у меня наконец-то получилось а то одной как-то не очень я либо с текста сбивалась либо мимо струн попадала а с тобой все отлично вышло спасибо тебе знаешь у тебя определенный талант так вот сразу взять и сыграть нет похоже мнение о ней я изменил рановато спасибо тебе за песню мне пора увидимся и тебе остаток фразы остался за дверью я оперся о стену музыкального кружка и облегченно вздохнул но песенка мику все еще вертелась у меня в голове на обед я шел со смешанными чувствами выполненного долга и бесцельности последних нескольких часов столовая была битком окей пришли в столовую ладно я так полагаю нам еще осталось уйти в лес короче да так сохранимся поискать шурика там вот но что-то мне подсказывает мы там найдем что-то такое прям не очень хорошее что-то мне подсказывает прямо вот но об этом мы уже знаем в следующей серии а эту серию мы заканчиваем кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте подписываемся на инстаграм вот и ссылочки на прохождение игры будут в описании на плейлист и с вами был валерий всем пока и и Субтитры сделал DimaTorzok